Будущего. Время талантов в эфире Новорусского радио и сегодня у нас в гостях Жека Разумный. Привет, Жека! Добрый день! Как всегда, ты пришел не один. Кто сегодня будет с нами? Сегодня будет с нами мой друг и знакомый Александр Вознюк. В общем, он поет, лидер проставления церкви Пробуждения, автор песен. У него также есть своя студия, в которой он фулл-тайм работает. У него очень много клиентов. Те, кто заинтересованы записывать, аранжировать свои песни, могут звонить, обращаться к Александру Возняку. Вот такая вот персона у нас сегодня в гостях. Замечательно. Добрый день, Александр. Добрый день. Как настроение? Очень хорошо. Давайте ближе к микрофону, так, чтобы слышно у нас всех было хорошо. Ну, настроение, я вижу, у вас такое же, как сегодняшняя погода. Солнечная и такое ясное, яркое. Спасибо. Я надеюсь, что сегодня состоится у нас такой откровенный разговор, готовы рассказывать все как на чистоту, так, как на духу, как говорится. Постараемся. Давайте. Давайте тогда начнем. Вот откуда вы родом, Александр? Я из города Новая Каховка, на юге Украины, очень недалеко от Крыма. И это Херсонская область. Как вы родились в семье музыкальной? Кто мама, кто папа? Как вообще вас, кто приучал к музыке? С самого детства музыка звучала у нас в семье. Отец был регентом, хора, а мама солисткой. Так что музыка, это была часть жизни с самого детства. Вы слышали, вот уже, ну, понятно, сколыбели, что называется, да, с самого начала? Да, скорее всего так. И потом закончили школу, музыкальную школу у родителей отправили? Школу закончил, к сожалению, не музыкальную, так не получилось. А в детстве на каких-то инструментах играли? Всегда играл на пиано, и клавиши – это моя, как бы, специальность. Ну, заставляла мама или папа? Кто вас заставлял? Никто не заставлял, я сам постоянно играл. То есть вы хотите сказать, что вот гаммы – это была прям любимая часть занятий? Потому что всем же известно, все, кто учится играть на фортепиано, это же неотъемлемая часть. И мне кажется, самая нудная такая, несмотря на то, что у меня, как бы, музыкальное образование пять классов, всего музыкальной школы я закончила, но это же было просто… Мне всегда хотелось, знаете, вот ноты поставили, и сразу что-нибудь так сесть и заиграть уже какую-нибудь там композицию или музыку. Но вот до этого момента это же надо было одно и то же, одно и то же постоянно. Неужели вам никогда не было скучно? Нет, вот как раз гаммы меня минули, а вот я учился подбирать по слуху. Так, то есть вы нотную грамоту не изучали, по сути? Судьба прошла другим путем, скажем так. Окей, хорошо. Я изучал математику. У нас в гостях сегодня Александр Вознюк, лидер прославления Церкви Пробуждения, певец, музыкант, автор песен. Закончили вы школу не музыкальную. Что было после школы? После школы было… устроился на работу, но потом пришло время евангелизации, когда Советский Союз развалился, открылось время для свободы слова и в том числе и проповеди. И мы организовали миссию, христианскую миссию «Небесный промень». И с этого пошла моя как бы большая музыка, пошла в русло как служение. Мы ездили, пели, проповедовали и очень много выступали именно с проповедью в евангелизационных мероприятиях. Каких были городах или странах или областях, где вы проводили евангелизацию? Мы были… в основном это был юг Украины, часто бывали на западной Украине, выступали на стадионах и в тюрьмах, в воинских частях, в колледжах, училищах, школах. Были в Калининградской области, часто ездили туда. Или именно в самом Калининграде, это восьмая тюрьма, тюрьма строгого режима, бывали там с проповедью. С какой вы сегодня песней к нам пришли? Вы, я вижу, принесли много дисков, об этом мы поговорим попозже, а вот сейчас первую песню какую мы послушаем? Как она называется и о чем она? Кто ее написал? Немножечко расскажите об этом. Эта песня, она слова Николая Водневского, я ее назвал «Я устал в дороге». Это одна из моих… Любимых? Я композитор. А, вы написали? Да, я написал музыку на эти слова. Николая Водневского любил давно, еще с детства читал и слушал очень много песен на его стихи. Александр Вознюк у нас сегодня в студии, лидер прославления Церкви Пробуждения, служения, певец, музыкант, автор песен. Вот автор песен. Уже немножечко вы стали, упомянули, да, о том, что вы написали музыку. А когда это вообще, вот помните первую песню, когда написали? Когда вообще начали писать песни? Сколько лет было? Мне было тогда лет 22. Помните первую песню, какую написали? Да, это была песня рождественская в Вифлееме у Еселках. То есть к Рождеству, как бы настроение было праздничное, вот она и получилась у меня первой. У нас готово все, чтобы послушать песню, давайте. Дышит нежною прохладой родниковая струя, Ты небесная отрода, радость вечная моя. Кто устал, кто мучим, жаждан, с ними в пол душевный гнева, И в пути далеком каждый песню победную споет. Есть у нас Господь Спаситель, и щедра Его рука, Дорогие не хотите вместе бить из родника. Дышит нежною прохладой родниковая струя, В ней небесная отрода, радость вечная моя. Дышит нежною прохладой родниковая струя В ней небесная отрада, радость вечная моя Дышит нежною прохладой родниковая струя В ней небесная отрада, радость вечная моя Дышит нежною прохладой родниковая струя В ней небесная отрада, радость вечная моя Александр Вознюк сегодня у нас в студии, лидер прославления Церкви Пробуждения, певец-музыкант, автор песен. Александр, кто пел еще здесь с вами в этой песне такой красивый женский голос? Это кто? Это моя жена, Леся Вознюк. Леся, и давайте тогда об этом поговорим немножечко. Когда вы встретились, расскажите вашу love story. Мы встретились, когда нам было по 14 лет. Это была поездка молодежи нашей в маяки. Это было такое открытое богослужение в Одесской области. И вот там мы встретились. Получилось так, что ее брат меня и моих друзей пригласил к себе переночевать, потому что мы вместе с их молодежью ехали на заказных автобусах на это служение. Вот там мы встретились, и как бы знакомство пошло оттуда. Ну, это же не любовь была, это же его дети были. Что, дружба? Как потом вот это все случилось-то? Как вы поняли, что она та единственная на всю жизнь? Ну, вот первый раз увидел, и так вот сразу и понял. Что в 14 лет? Серьезно? Моему сыну 14 лет. Вы меня пугаете просто, Александр. Ой, неужели это уже в таком возрасте уже мальчики начинают об этом задуматься? Но, тем не менее, дружба вышла. Слава Богу, во сколько вы поженились? Мы поженились, мне было почти 20, а ей 19. И, ну, понятное дело, у вас есть дети уже, да? Сколько лет вы в браке с счастливым живете? Да. Мы живем уже 22 года, кстати. У нас годовщина нашей свадьбы выпадает на 14 февраля, Валентайнс Дэй. Правда, мы этого тогда не знали. Эта свадьба была в 93-м году. Да, у нас трое детей. Сыну 21, дочери 16, вот будет скоро, и 2,5 годика. Замечательно. Ну, это прекрасная история. И вот я, честно говоря, так по-доброму всегда, если можно так сказать, завидую, когда слышу такие истории, когда вот в 14 лет, буквально дети, и все-таки все сложилось хорошо, и 22 года вместе, это, конечно же, большой срок. Певец, музыкант, автор песен Александр Вознюк. Сегодня с нами разговариваем о... давайте поговорим сейчас о вашем творчестве. Музыкальные альбомы я вижу. Сколько уже есть? Вы принесли сегодня к нам в студию. Сколько выпустили альбомов? Вообще, начиная с 95-го года у нас вышло в общей сложности 8 альбомов наших. А у нас это у кого? У нас была группа «Моя земля», которую мы организовали вот для евангелизационных мероприятий, и которая активно участвовала в этих мероприятиях. И также мы записывали свои альбомы. Были и свои песни авторские, были и песни, ну, известные, которые были на слуху у людей, которые хотели, но их не было записанных в то время. Поэтому мы старались как бы восполнить этот недостаток и старались на то время, старались сделать это... Первый альбом мы записали в 95-м году, мы старались как бы сделать... А кто писал музыку и слова? Ну, вы писали, а кто-то еще? Я, моя жена, ну вот. Где вдохновение вы черпаете для своих песен? Лично я, вдохновение приходит тогда, когда я сижу за клавишей и просто хотя бы наиграю мелодию, и тогда приходит самое... Это самое лучшее время, которое рождается песен. Молитесь так вот как-то так, это с трудом, или это вот так просто вот сел, что-то там поиграл, хорошее настроение, раз, и пришел. На самом деле, на самом деле, вы знаете, просто я думаю, что это творческий момент. Я не пребываю в посте и молитве, когда пишу мелодии, но это изливается из сердца. А какая самая история интересная о рождении песни? Интересная история. Ну, скорее всего, когда мы уезжали в Америку, было немножечко как бы... Всегда, когда едешь в другую страну, хотя мы в Америке на то время уже были три раза, но все равно, как бы, момент неопределенности, каких-то переживаний и тоске по родине, уже как бы предшествующей отъезду. Я написал песню, которая называется «Видродысь, Украина». И просто там я изливал, как бы, свое, ну, можно сказать, свой призыв к моей стране, потому что мы понимаем, что не все люди на то время, и даже сейчас, не все люди обратились к Богу, и хотелось как можно больше сделать работы именно в этом плане. С нами сегодня Александр Вознюк, композитор, певец, музыкант, автор песен. А вот то, что касается записи песен, где вы обычно записываете свои песни и альбомы? Первые альбомы мы записывали в разных студиях. В основном это была студия «Шалом» в Славянске, студия «Благая весть» Алекса Анисова в Мариуполе, а последние альбомы уже после переезда в Америку мы пишем в своей студии, которая здесь у нас в Сакраменто. Студия называется «Моя земля». Довольны качеством? Уровень хороший у вас или оставляет желать лучшего? Есть всегда куда развиваться, но стараюсь сделать качественным материалом. Но вообще, как бы вы оценили христианскую музыку, уровень или качество? Спасибо, что вы сказали христианскую музыку, а не верующую музыку, потому что есть очень часто люди говорят «верущая музыка». Вообще определение «верущая музыка» — это очень неправильно, потому что верующим может быть человек, а не музыка. А музыка — это уже состояние, которое человек изливает. Но я считаю, что в последнее время христианская музыка выходит на очень довольно-таки серьёзный уровень. И спасибо всем музыкантам, которые посвящают себя этому служению, я бы так сказал, потому что музыканты не всегда получают даже, может быть, знаете, есть такое бытует мнение, что записал песню, вот и уже почти там и дом во Флориде или что-нибудь ещё, знаете. Музыканты отнюдь не всегда получают финансовое вознаграждение за своё творчество. Это большее как бы посвящение себя чему-то, что ты считаешь нужным, и что приносит людям пользу душевную, духовную, и просто людям приятно. Ну вот вы сказали слово «служение», да? Какое музыкальное служение вы совершаете у себя в церкви? На данный момент я лидер прославления в нашей церкви, и это большое благословение для меня. Мы будем слушать сейчас вторую композицию. Что это будет, о чём? Песня о крови Иисуса Христа, «Иисус, за кровь твою я тебя благодарю». То есть это вы в своей церкви пели эту песню? Да. Это песня прославления или в вашем? Это песня прославления благодарности Господу за кровь. Субтитры создавал DimaTorzok Иисуса Христа, «Иисус, за кровь твою я тебя благодарю». Иисуса Христа, «Иисус, за кровь твою я тебя благодарю». Субтитры создавал DimaTorzok Иисуса Христа, «Иисус, за кровь твою я тебя благодарю». Иисус, за кровь твою я тебя благодарю, что пролил ты на кресте. И мы учим без травм, Жизнь свою со нас ока, Чтобы искуплены без травм. Знаю, что не кленным золотом и серебром Были искуплены греха. Знаю я, что нет цены Иисус твоей крови, Иисус твоей крови. Ранами твоими целен, Милостью прощет, Благодатью я спасет. Не забуду никогда, Какова твоя цена, Кровь из суша. Время таланта. Сегодня у нас в гостях Александр Вознюк, Лидер прославления Церкви Пробуждения, Певец, музыкант, автор песен. Александр, вы ранее рассказывали о евангелизациях. Вот такой вопрос. Почему вообще вы решили? Вот зачем это вам нужно? Почему вы выбрали такой путь в жизни? А не стали, например, математиком каким-нибудь выдающимся, Коль вам в школе хорошо давалась математика? Я думаю, что это призвание. Как вы поняли тогда, что это призвание? Да тут, в принципе, и понимать-то ничего не надо. Ты просто живешь и следуешь своим интересам. Ну, смотри, все читают, многие, не все, многие читают Библию. Естественно, те, кто читает Библию, практически все читают и последнюю главу Матфея и Марка, где Иисус Христос сказал, идите, научитесь все народы. И все понимают этот, и знают призыв, что мы должны проповедовать Евангелие. То есть, в принципе, евангелизацией должен заниматься каждый человек, который верит в Иисуса Христа. Но в вашем случае вы выбрали это по-особенному. То есть, вы не просто так пошли проповедовать в соседний подъезд, а вы взяли группу и поехали, как вы говорите, и в тюрьмах, и в больницах, и в разных областях. И более того, вы выбрали это направление своей жизни. Вы не занимаетесь какой-то другой деятельностью профессиональной. Вы выбрали музыку, насколько я понимаю, поклоняться Богу, прославлять Его, заниматься евангелизацией. Почему вы так сделали? Ну, опять же, я говорю, что это дело призвания, потому что ты чувствуешь, ты видишь, ты знаешь, в чем ты, что тебя влечет. Есть разные пути выражения своего, то, что у тебя лежит на сердце. Кто-то проповедует, кто-то просто свидетельствует на личном уровне, кто-то молится, кто-то поет и играет. И музыкальное служение, оно всегда и в Израиле было очень важным. Даже если взять историю с Иосафатом, он поставил... Они поставили тогда певцов перед битвой для того, чтобы пришла победа. По слову Божьему, они поставили певцов перед воинами, перед армией. И пришла большая победа. То есть, музыка в жизни христианина играет, да и вообще в жизни человека, играет очень большую роль. А почему мы выбрали музыку? Ну, опять же, мы следуем... Каждый человек следует своему призванию. Вы получили откровение какое-то? Это во сне что-то озарение пришло? Нет, как я сказал, что это была музыка. Просто сердце почувствовали. Музыка всегда была частью нашей жизни, нашей в семье. Всегда звучала музыка, поэтому как бы тут даже не задавалось вопросов, чем я могу служить. Я не чувствовал себя проповедником, не чувствовал себя каким-то пастором, администратором, а музыкантом и певцом. А что бы вы могли посоветовать другим людям, которые сейчас вот ищут свое призвание, хотят определиться, понять, к чему Бог призывает? Слушать свое сердце. Спасибо большое. У нас в гостях был Александр Вознюк. Спасибо, Жека, что ты привел к нам сегодня в студию очень интересного, талантливого человека. Ну, а у меня к тебе вопрос. Что-то есть ли у тебя интересные какие-то новости, которыми ты хотел с нами поделиться, и кто же в следующий раз будет у нас в гостях? Да, есть очень хорошие новости. Будет пасхальный концерт с композиторами города 4 апреля, то есть в следующую субботу, в 6 вечера в War Club. На нем примут участие около 10 разных авторов-исполнителей, такие как Анастасия Пола, Сергей Шремета, Мила Кабанова, Игорский, Оля Андрощук, Алла Манчик, потом Сергей Бочаров, и также будет особый гость из Санкт-Петербурга, Герасим, лидер группы Дружки. Не пропустите. А в следующий раз будет вот этот особый гость этого концерта, Герасим. Он приезжает из Санкт-Петербурга, и он будет здесь с нами в 2.30. Слушайте нас. В следующую субботу услышимся. Спасибо большое всем, кто сегодня был с нами. Для вас работали Давид, Аким и Эльвира. Мы желаем хорошего дня, благословений. Субтитры подогнал «Симон»